сегодня у нас есть достаточно много возможностей для того чтобы максимально эффективно управлять своими ресурсами почему потому что от нас очень много требуется всего и если мы не будем эффективны не будем рационально относиться к нашим ресурсам то просто нам будет их не хватать и в том числе наш мозг да несмотря на то что нам постоянно говорят о том что наш мозг работает не на полную мощность это неправда мы сегодня действительно сталкиваемся с колоссальным объемом информации с колоссальным объемом перенапряжения эмоциональных разных переживаний поэтому наш мозг и его запас на самом деле достаточно серьезно используется и сегодня становится очень актуальным вопрос о том как помогать своему мозгу во-первых правильнее эффективнее реагировать на сложившиеся обстоятельства на те задачи которые перед нами возникают как экономить его ресурс и как помочь нашему мозгу все время находиться в режиме такой активности я хочу сказать что здесь базовые вещи которые очень сильно влияют на наше состояние и эти базовые вещи они в принципе ну такая знаете как фундамент без этого фундамента говорить о том что мы можем как-то влиять на наш мозг на его активность на его эффективность ну просто не приходится и первое самое базовое об этом много говорят и я еще раз повторюсь это конечно то что напрямую влияет на наши когнитивные функции то есть на те высшие психические функции которые нам помогают в общем-то взаимодействовать с этим миром программировать свою деятельность эти функции за которые в большей степени отвечают наши префронтальная кора наш нео-кортекс это высшие функции это конечно же наша память конечно же это наше мышление интеллект наша способность опять же программировать свою деятельность планировать программировать свою деятельность и в принципе очень много разных функций за которые отвечает наш мозг и эти высшие функции когнитивные функции их так принято называть они действительно у нас не бесконечный запас поэтому есть понятие такого когнитивного запаса логнитивного резерва мозга и так что истощает и как мы теряем эту энергию например если мы не спим первое хороший здоровый сон является определяющим для того чтобы все наши функции работали максимально хорошо то есть если мы с вами не до спали понятное дело что на следующий день мы будем заедать почему потому что отсутствие сна это уже физиологический стресс и нам будет необходимо получить дополнительный ресурс и часто мы переедаем поэтому если человек хочет постройнеть им очень важно удовлетворять потребность во сне потому что если мы не спим наш мозг воспринимает это как очень сильный дефицит ресурса и пытается другим способом этот ресурс получить каким до программа отдыха у него переключается на программу питания то есть появляется чувство голода которое мы начинаем заедать и поэтому мы переедаем если мы не до спали если мы не до спали то у нас будет гораздо меньше возможностей управлять своими эмоциями переживаниями потому что наша префронтальная кора не будет так хорошо реагировать она быстро будет уставать поэтому то на что мы вчера реагировали очень спокойно потому что мы были отдохнувшие и хорошо выспались сегодня мы будем реагировать очень чувствительна мы будем испытывать быстро гнев раздражения тревожность именно потому что мы не до спали хороший грамотный сон это сон чтобы был доступ свежего воздуха чтобы наша кровать была достаточно твердой почему нужна твердая кровать почему в мягкая кровать Мягкая постель в меньшей степени нам помогает восстанавливать свои ресурсы, потому что когда кровать мягкая, наше тело не чувствует, что оно может расправиться, расслабиться и передать свой вес кровати. Мы как легли и в том зажиме, который мы накопили за день, в том же зажиме мы заснули. Если же кровать твердая, то постепенно тело начинает чувствовать опору и начинает передавать свой вес. То есть наши зажимы начинают расслабляться, те мышечные зажимы, которые образовались за день, например, от какой-то деятельности, от каких-то эмоциональных переживаний. И таким образом твердая кровать приводит к тому, что мы постепенно расслабляемся, погружаемся в более глубокий сон и просыпаемся отдохнувшими. В том числе мышцы наши распускаются, отпускают свое напряжение, и таким образом мы лучше восстанавливаемся. Следующий важный момент. Если мы неправильно питаемся, почему? Потому что если мы мало пьем, то это будет сильно влиять на эффективность, на способность нашей префротальной коры работать. Поэтому, если вы, например, сели заниматься, и вы чувствуете, что вы позанимались минут 40, и вам становится сложно, Ваша задача прерывать занятия, подойти к окошку, подышать 3-4 минуты свежим воздухом, погулять и выпить полстакана прохладной воды. Вот эти полстакана прохладной воды плюс вот эта прогулка, свежий воздух, вы по квартире походили, позволят вам еще какое-то время, например, еще час, еще полчаса работать качественно, не чувствовать такой усталости. То есть достаточное количество жидкости, это необходимо, свежий воздух тоже необходимость. Если этого нет, наши способности когнитивные, наш мозг будет уставать быстрее. Следующий важный момент. Конечно же, это наша привычка и наша важная задача, это получать дофамин. Все мы нуждаемся в том, чтобы наш мозг вырабатывал дофамин. Как он вырабатывается? Когда мы получаем какой-то результат от своей деятельности, вот у нас какой-то результат. Мы радуемся этому результату, у нас это получилось, все, мы с вами накопили этот дофамин. И если у нас есть дофамин, у нас есть удовлетворенность, мы рады, мы молодцы. Кстати говоря, дофамин мы можем получать быстрым и более таким сложным способом. Ну, самый такой быстрый дофамин, это, пожалуйста, мы с вами, например, разместили пост и получили лайки. Вот, пожалуйста, это очень быстрый дофамин. И, к сожалению великому, мы начинаем к этому привыкать. Алкоголь тоже быстрый дофамин. То есть потребили алкоголь, у нас подъем, наш мозг чувствует, ага, классно, здорово, эйфорическое состояние. Но, что важно, важно, что когда мы таким образом стрессируем наш мозг, получаем резкий и очень быстрый дофамин, то наш мозг говорит, надо все уравновешивать. Одно дело, ты позанималась в фитнес-зале 45 минут, а потом еще на растяжке 20 минут, и ты чувствуешь дофамин, ты потратила час 0,5, у тебя там дофамин. И ты его, как бы в него вложилась, чтобы его получить. Еще у тебя там эндорфины выработались, потому что, да, за счет спорта. Тебе здорово, это как бы ты вложил, чтобы этот дофамин получить. Или, например, ты осваиваешь какой-то урок, сидишь, изучаешь, и вот ты разобралась, задачку решила, у тебя дофамин. Ты подошла к маме, подошла к подруге, позвонила своему научному руководителю, у тебя получилось. Ты еще раз улучшилась. То есть дофамин, во-первых, ты сделала, во-вторых, ты еще об этом рассказала, поделилась со значимыми людьми, тебе опять здорово и классно. И представляешь, чтобы получить этот дофамин, нужно постараться. А тут ты размещаешь что-то, идут лайки, ты не вкладываешь, но ты получаешь этот дофамин. Ты выпил алкоголь, ты быстро получил этот дофамин. И вроде бы как мы начинаем чувствовать себя, что это можно сделать легко. Так формируются зависимости. Так формируются зависимости, которые приводят к тому, что нам потом наш мозг начинает менять планку. То есть если раньше он легко, от того, как ты сделала задачку, повышал уровень дофамина, сейчас он говорит, нет-нет-нет, у меня могут быть такие скачки, давай-ка я слишком сильно не буду повышать. И тогда получается, что с каждым разом, чтобы получить вот это подтверждение, что я молодец, что у меня получилось, мне нужно все больше и больше стараться. Ну или пойти выпить. В итоге важный момент. Алкоголь, кофеин, повышенное количество сахара, все это приводит к тому, что наш мозг снижает свою работоспособность. Потому что алкоголь, кофеин сильно влияют на сердечно-сосудистую систему и на передачу кислорода. Если кислорода мозгу не хватает в той степени, в которой он нуждается, он естественным образом будет снижать свою эффективность. Поэтому мы с вами должны понимать, что здоровый образ жизни, адекватный здоровый образ жизни, это то, что необходимо нам для того, чтобы наш мозг мог просто работать в нормальном таком режиме. Следующий момент. Если мы хотим, чтобы наш мозг был эффективен при учете такого объема, неадекватного объема информации. Вот вспоминаем, 100 лет назад человек жил в деревне, за весь день он встречал пятерых, а за всю жизнь 150 или 350 человек, например. И каждый новый человек – это событие, но в общем все было предсказуемо. То есть более того, был физический труд, который был тоже предсказуем. Сегодня мы живем в условиях, что выходя из дома, мы встречаемся с колоссальным объемом новых людей. Для нашего мозга, особенно для древнего мозга, все эти новые люди на самом деле – это достаточно такой хронический стресс. Пусть и маленький такой, но стрессик. Дальше у нас постоянно какие-то новые задачи, и мы постоянно должны что-то делать. Еще один момент. Мы выходим из дома. Идет огромная перегрузка нашей системы восприятия. Почему? Потому что в глаза нам бросаются куча разных ярких вывесок. То есть постоянно идет борьба за наше внимание. Более того, сегодня идет огромное давление на наш аудиальный анализатор, то есть на наши уши, простыми словами. Даже там, где могла быть тишина, кто-то стоит и зазывает нас, и что-то нам предлагает. Мы постоянно переживаем огромный объем разных шумов. И что получается? Что мы постоянно, наша система восприятия, она колоссальным образом перегружена. Это тоже достаточно быстрая и малоэффективная, вообще, я бы сказала, вредная для нас информация. Потому что все это заходит, все, что наш мозг когда-нибудь воспринимает, это все у нас остается, оно никуда не девается. И получается, что перегруженность вот такими сигналами не позволяет нашему мозгу запоминать, структурировать и обращать внимание на полезный, важный контент. На ту информацию, которая нам действительно нужна. Поэтому я часто, когда у меня появляется хоть какое-то свободное время, и я при этом нахожусь в ситуации, где много разных отвлекающих сигналов, что я делаю? Я просто закрываю глаза, закрываю рот и просто погружаюсь в некую такую внутреннюю медитацию. И вот сейчас, перед тем, как записывать этот ролик, учитывая, что сегодня была большая нагрузка много разной деятельности, 15 минут это была практика молчания, и я закрывала глаза. Почему? Потому что как только я закрыла глаза, погрузилась в себя, и я молчу, я таким образом немножко устраиваю такой мини-детокс. То есть я убираю из своего внимания, мы максимум информации все равно получаем через глаза, я убираю эту возможность все время что-то воспринимать. И это тоже дает возможность мозгу немножко отдохнуть. Практика молчания, практика замедления речи тоже нам будет позволять включить нашу парасимпатическую систему, которая отвечает за отдых, то есть расслабиться. Если мы имеем вот эти периоды отдыха, то тогда, когда нам нужно будет быть активными, у нас будет ресурс. Еще один важный момент. Если мы хотим, чтобы наш мозг не перегружался, и в то же время, чтобы когнитивные процессы работали хорошо, нам обязательно нужно распределять активность между головой и телом. То есть если мы, например, очень хотим с вами быть суперэффективными, мы хотим многого добиться, мы хотим стать успешными, и мы записались там, вот здесь вот на эти курсы, здесь мы записались, вот книги читаем, здесь мы слушаем аудиально. И это очень правильно и полезно, потому что сегодня очень много полезного качественного контента. Но есть одно но, нужно уметь отбирать и выбирать. Почему? Потому что нас будет притягивать простой контент, и, как мы помним, простой контент, его много, он весь заходит, его легко получить, короткосрочно тебе хорошо, но что потом из него ты можешь взять? Поэтому здесь сегодня мы должны уметь отбирать этот контент. Но самое главное, если мы с вами проводим время, интеллектуально работая над каким-то контентом, это здорово и классно, особенно если там можно подумать о нем, вот этот контент полезен. Если можно что-то порефлексировать, если мы можем что-то сделать, чтобы чему-то научиться, вот такой контент полезен, то тогда мы должны подумать, что мы в обязательном порядке должны выполнять физические какие-то упражнения, активность. То есть мы с вами, если будем перегружать себя интеллектуально для того, чтобы, в общем, все делать, развивать мозг, ребусы мы решаем, говорения, стихи мы декламируем, что тоже очень полезно. Там, где нужно, мы, значит, молчим, отдыхаем, копим энергию, там мы медитируем для того, чтобы у нас был объем ресурса. Все это важно. Но если мы все это делаем и при этом не двигаемся, то мы таким образом все равно не помогаем своему мозгу в той степени, в которой должны. В обязательном порядке должны быть физические нагрузки. Прогулка должна быть, ну, по-честному, она должна быть полтора часа. Почему? Потому что если мы полтора часа с вами ходим и двигаемся, гуляем, то за эти полтора часа у нас начинают формироваться, выделяться оксид азота, который предофамин. Через некоторое время из него будет возникать дофамин. Поэтому прогулки, движения, спорт, не до какого-то истощения ни в коем случае, это помогает нам в том числе. Если у вас, например, очень много тревоги, если у вас много возбуждения, то тогда вам нужно выбирать тот спорт, который будет медленным и успокаивающим. То есть тогда вам не подойдет, например, бегать на беговой дорожке 40 минут. Почему? Потому что чрезмерная скорость будет вас тоже возбуждать. Вы будете через тело себя перенапрягать и возбуждаться. Но зато вам будет идеально йога, цигун, хорошая прогулка, скандинавская ходьба с той скоростью, с которой вам подходит. То есть все равно нужна нагрузка, но она должна быть не перевозбуждающая, а просто стимулирующая, чтобы лишнее напряжение выбросилось и чтобы кортизол не повышался слишком сильно. И самое главное, мы помним, что спать мы ложимся в 22 часа. Почему? Потому что все, что мы поспим с 22 до 23, 23-30, будет вырабатывать мелатонин. Мелатонин нам необходим, в том числе для того, чтобы справляться со стрессами и чтобы все наши процессы шли хорошо. А вот вставать нам надо с вами с утра. Почему? Потому что если мы встаем с утра в 7-30, кстати, можно и в 6, то таким образом мы пробуждаемся, на самом деле, от излишков кортизола. То есть на самом высоком уровне кортизола, и этот кортизол для нас вырабатывает как будильник. И это считается самый здоровый формат для того, чтобы проснуться. Если мы пропускаем вот этот период в 7-30, когда мы готовы проснуться, то потом мы проснемся в 9-30, в 10-10-30, и при этом будем более уставшие. Поэтому нам с вами тоже учитывать вот эти ритмы, учитывать режим, это очень важно, потому что это позволяет нашему мозгу опираться на биологический его ресурс. А дальше мы уже, естественно, помогаем разными своими действиями уже фактическими для того, чтобы улучшить тот ресурс, который мы у него не отняли физически. Например, не доспав, переедая углеводы, выпивая спиртное, наоборот, переспав, не до конца двигаясь столько, сколько нужно, не додавая движение, то есть депривация движения, когда идет. Вот это вот базовый фундамент. Но мы еще далее от базового фундамента с вами всегда должны думать о том интерьере, о том дизайне, который мы внутри в виде нейронных цепочек в нашем мозге прокладываем. И это тоже во многом зависит от нас, но об этом мы поговорим с вами в следующем видео.